Ребята, мы в магазин, где продают сладости. Очень вкусно. Есть такие интересные конфеты. Мы уже не первый раз здесь пили. Мы еще заказали вот такие штучки с фисташками, такие большие. Еще мы взяли вот такую штуку, она тоже с фисташками и ореховой пастой, а вокруг у нее шоколад. Или такую штучку взяли, я уже забыл. Штука красивая. Здесь вот эти коробочки для подарков тоже. Дороговато немножко, но зато все качественно. 80, по-моему. Короче, взяли мы все, что хотели. Сейчас будем расплачиваться. Но получится такая сумма небольшая. Но зато все это вкусно и качественно. Купили мы немного и вышло это на 25 монат, потому что это магазин таких хороших конфет, дорогих. Там, к сожалению, дешевых конфет нет, но нам нравится вкус и то, что это качество. Поэтому за качество нужно платить. Ребята, всем привет. Меня сегодня друзья пригласили на дачу. Сейчас еду во двор к себе, в свой бывший двор. Соберемся там с пацанами. Короче, поедем в Бельгя. Там находится дача нашего друга. Не знаю, сколько человек у нас будет, но я думаю, что много. Потому что они хотят открыть сезон каждый год. То есть в начале лета мы вот так собираемся толпой. Короче, приглашаем всех. Кто придет, тут придет. Кого как бы свободное время есть, те приходят. Упадешь. В общем, пацаны сюда уже собрались внизу. Ждем еще ребят и уже будем скоро ехать. Сава говорит, я тоже с вами поеду? Говорю, да, конечно. Ты и ребята со двора. Возьму тебя с собой. Возьму тебя с собой? Да. Так у тебя же шахматы. Шахматы подожду. Кстати, София вчера стала чемпионом. Она всех выиграла и только лишь одному человеку проиграла, которому было 26 лет. Пацаны, представляете себе, всех выиграла. Ну, Сав, нет же, там же ребята будут со двора. Так нельзя. Там же пацаны будут, там же мальчики будут. Пришли за мясо, купили уже мясо. Где-то 6 килограмм получилось. Баранину взяли. Мясо хорошее стоит. Молодой бараш. Купили разные напитки, обошлось нам все это дело в 70 манат почти. Тут соки, квас, пиво, кто-то водку взял. Короче, вот так вот. Короче, мы только что зашли в магазин Айхан. Просто в шоке. Там все, что хочешь есть. Как будто мини садаряки, реально. Скупились больше, чем на 100 манат и на продукты. Мясо, такой же курицу, рыбу еще взяли. Короче, солености, фрукты. Это все еда. Такую рыбку взяли, кстати. В общем, ребята, мы уже приехали, наконец-то. Все в сборе, еще ребята должны подъехать. Там идет подготовка. Сейчас слегка покажу вам дворик. Он здесь, конечно, большой. Фруктовые деревья. Это оливки, оливковое дерево. Вот ведь они посадили новый виноград. Еще молодой. Там шелковица, гранаты. Тоже виноград. Задняя часть дома. Парники там я вижу. Знаете, типа для себя сделали, наверное, парники, чтобы так. Чисто что-то хватало на сезон. Скорее всего, огурцы и помидоры выращивают. Скорее всего. Тоже соседи там. И там соседи. То есть, видите, все видно. Заборы невысокие. Скорее всего, там сзади тоже вся эта территория. Здесь также во дворе, то есть в конце двора, похоронены прабабушки и прадедушки, я так понимаю. Но я не уточню сейчас у друга. Раньше вообще так делали. У кого огромные дворы, они хоронили своих родственников, близких во дворах. У себя во дворе. То есть, такое как бы практиковали раньше. Сейчас такой, конечно, уже нету. Но уже похоронили, поэтому, конечно, трогать это нельзя. То есть, вот так вот. То есть, это не дикость какая-то, это нормально. Такое есть. Я понимаю, что нас сейчас смотрят с Европы очень много людей. То есть, это когда-то было. То есть, поэтому двор очень большой. То есть, да, этой части дворы практически мало кто доходит вообще. То есть, двор как бы так огромный. Поэтому, тут это нормально. В общем, все чем-то заняты. Здесь разжигаем костер. Тут уже овощи готовы. Сейчас будем мариновать мясо. Тут у нас режут салаты. Очень вкусно. Нанг, чуть-чуть, чуть-чуть. Ого, спасибо, Нанг, спасибо. Где машина, да? Ого! Ого! О,abile! Мама. Ого! 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 браво браво короче пришли на пляж в той стороны вообще очень много людей 5 часов вечера в кругом машины сейчас потрогаем водичку интересно насколько она прогрелась хотя я уже купался а ребята еще кстати нет хорошенько покушали отдохнули пообщались после посмеялись и поняли что надо обязательно еще искупаться так что окунемся а потом опять на дачу короче ребята все здесь но конечно водичка теплая сейчас потрогаем здесь видите здесь сразу идет глубина то есть видите вот только нырнул и уже все выше поезд а водичка прохладно я вам скажу то есть венди там назад было теплее даже чем сейчас свежо короче нам стало скучно и решили устроить соревнования кто быстрее побежит что вы понимали всем по 30 лет даже кто-то старше 1 2 3 чувствую что сгораю надо обязательно опять намазаться потому что скупался после только помылся сразу крем весь смылся сейчас намажу лицо тело что именно не сгореть потому что нет у нас не зонтиков ничего всех разморила лежат отдыхают потому что искупались покушали кто-то выпил поэтому так вот все очень на расслабоне начали вернулись опять на дачу сейчас сделаем самоварный чай а уже разожгли ребята молодцы я думал только сейчас начинают разжигать там все же полным ходом горит оперативно там чай Якшёдата, якшёдата. Якшёдата. В общем, все ждут, когда закипит самовар. В ход пошли уже чипсы, пиво. Но вы знаете, что я не пью. Поэтому я жду чай с самоваром ароматный. Всё закипело. Давайте, наразливай. С чабельцом. Немножко прогуляться по саду. Сейчас закат уже потихонечку. Атмосфера, конечно, под вечер. Очень классно. Всё так ярко, всё так светится. Классная дача у ребят. Взял себе чаёчек. Ещё немножко пройтись. Всё, ребята, 12 часов ночи. Мы закругляемся уже. Все устали, все хотят спать. Короче, едем домой. Завтра на работу, как обычно.